Ну, естественно, я проболтала и поняла, что вот я уже перешла к ЛГБТ, а пленка у меня закончилась, в смысле, время писания, да, и, в общем, вот оно в двух частях, наверное, или я сошью. Сейчас у меня первая часть, в другой флешке заливаются на YouTube. В общем, я остановилась на том, что надо было бы прочитать про феминизм, но я вот такая, в принципе, ничего не прочитала. И просто я не люблю говорить о том, о чем особо не понимаю. Ну, в общем, стараюсь не говорить об этом, о том, в чем не понимаю. Я просто никогда не интересовалась особо феминизмом. Ну, в общем, как, если в меру, то нормально. Если, допустим, страны, где ущемляют права женщин, то там действительно нужно как-то этот феминизм вводить. Ну, да, я там что-то говорила, что у меня какой-то чувак писал, ну, вроде я говорила про это, успелось это записаться. Короче, про феминизм, ну, не то, чтобы я там поддерживаю, что вот это, а, да, давайте пойдемте голышом там, или что-то, не знаю, топлис или что-то в этом роде, там, как, что вообще там в мире делается настолько в танке, да еще и, ну, этот, слоупок, что как-то я вообще не особо в курсах, что и где. Ну, не знаю, я как-то, наверное, все-таки не особо феминистка, феминистка или вообще не феминистка, я как-то никогда на эту тему не задумывалась. Если все-таки особо вам будет интересно, вы там пнете меня, я почитаю, и расскажу потом свое мнение. Вообще, я прочитаю, что в мире делается с этим феминизмом. Так, ЛГБТ. У нас в 2002-2005, когда я училась в Кульке, была своя тусовка ЛГБТ. В Ярике было такое местечко, называлось Плешко, там в основе, по-моему, лесбиянки геи тусили, потом, я не знаю, Плешко может быть еще и есть, но, насколько мне известно, там вроде уже никто не тусит. Там был такой местечко типа парка, называлось Брэдвей, там тусили металлисты, лесбиянки, ну, вот эти вот все. И у нас, насколько помню, еще Маленка-то, может, уже не помнит, был такой мальчик, он встречался с другим, соответственно, мальчика. Как вы его звали, я не помню, но мы с Наташкой Туся, а мы с ней дико угорали, Туся была би. Я могла общаться долго с девочкой, потом только понимала, что это девочка, а не мальчик. Я могла общаться с мальчиком, а потом понимала, что это действительно мальчик, а не девочка. Я тусила с толхинистами, правда, недолго. Меня туда, ну, вот как раз благодаря им, у меня вот этот книг появился. Потом я, ну, в общем, хотя вот эта книга Карл Берг, там был такой айф, и она мне тоже просто позвучиваю нравилась, и, может быть, это тоже как-то совпало с тем, что мне дали это погоняло айфы. И, короче говоря, как, у нас там был какой-то преподаватель, даже два, по-моему, обе женщины, я только потом поняла, что это женщины, а не мужчины. Я нормально отношусь к ЛГБТ, я в детстве, ну, так вообще при маме, мне дико, вообще мне прет вот такой, оно считается девиантным поведением, да, у меня даже какая-то работа была, у нас было просто предмет такое, предевиантное поведение. Мне тут кто-то спрашивал в комментариях с таким подколом, что если у меня психологическое образование, чтобы я могла там работать психологом, знаете, у нас очень много там. Вообще, на самом деле, если я найду ту тетрадку с лекцией на тему культурологии, у нас было 103 профессии, где культуролог может работать. От работы на пляже, организации отдыха, с мячиком, там, с детьми поиграть, и не только с детьми, до того же, в принципе, психолога в школе, если на то пошло. Потом у нас, ну, настолько разносторонние предметы там были, что, в принципе, это все входило. И ЛГБТ, мне всегда просто интересно было, вот вся вот эта тусовка, я читала книги всякие разные. У меня в Инферноспират есть какой-то бог, по-моему, среднего пола вообще, хотя там моя чепятка изначально была в Фиагис, кажется. Ну, там стишки какие-то еще, если кому интересно, можете глянуть, там, загуглите, сходите по ссылке с канала, где гугли плюсы и ссылка на стихи.ру. Короче, у меня было несколько подружек, в смысле просто, как вот, ну, мальчиков друзья, да, у девочек подружки, которые на самом деле не получились от дружбы, потому что они, допустим, ко мне неровно дышали, я к ним дышала довольно ровно. Но лесбиянки сейчас на мне попадались исключительно ревнивые. Вот, знаете, есть истеричные мужики, а есть вот такие же лесбиянки. Я к ним нормально отношусь, но до тех пор, пока они не лезут, извините, ко мне в трусы, пока они не навязывают мне там свое какое-то мнение, и точно так же вот это, ну, все хорошо в меру. Однажды у меня, в общем, была в угле читака девочка, которая за мной усиленно бегала, 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 от нее скрывала, скрывала, скрывалась, она у меня была в Аське, я помню, ее месяца 4 там мариновала, ну, типа, игнором. Однажды она мне написала, типа, того, что если ты вот так, это, постоянно не в сети, то я тебя удалю, и я ей тут же написала, ой, знаешь, у меня Аська типа глючит. Но я понимаю, что-то было, конечно, неправильно, и было, ну, вроде как обман с моей стороны, но человек не понимал нормального отношения. Ее отношение мне неинтересно было. Ну, и потом у людей есть такой маразм, они почему-то пытаются меня напоить. Думают, что если меня напоить, то я как от друга буду, я точно так же жжу, чтобы не знаю, что-то резвое, бесполезно мне поить. И была такая компания, мы с ней просто встретили, гуляли с ней, еще с моей наклажкой одной, по-моему, она меня с ней как раз с этой девочкой познакомила, просто не буду говорить имя, ну, зачем, в принципе. Первый город маленький, кому надо, и так поймут, точнее, и так знают. А кому не надо, так это как бы и не надо. В общем, мы встретились просто с парнем, который тусил с моей сестрой когда-то, с его тогдашней девушкой, ну, и они под видом, я пила якобы колу, как потом выяснилось, что там была не кола, но они меня, так сказать, подпоили без моего ведома. Ну, я когда уже пошла домой, мою наклажку мы проводили до дома, девочка решила увязаться за мной, хотя ей было от центра ближе к своему дому, чем к моему, ну, и типа тебя провожу, то все. Мы пришли ко мне домой, до сих пор помню, мы, меня бабушка там оставила, тогда я ей позвонила, сказала, что приду, девочка будет ночевать. Ну, правильно, правильно, что по ночам ее шандарахать, раз уж проводила, мы там на диванчике постелили, у меня была жареная рыба на кухне, я помню, как я эту рыбу ела, и когда она мне предложила, что она вполне может мне, пардон, ублажить, и типа ей девочки, мальчики нравятся, я в этот момент просто резвела. Я надеюсь, все поняли, что я гетеросексуалка, я как-то нормально отношусь к ЛГБТ, но до тех пор, пока они ко мне не лезут, и, в общем, девочка потом лежала, ночевала за стенкой на диванчике, а я так сидела и офигевала полночи. Одна девочка мне просто дарила, у меня где-то есть кольцо, кажется, я в обзоре его делала, у меня несколько подарков от нее было, в общем, на день рождения, правда, мы с ней один раз единственную виделись вообще лично. Потом, ну, хотя она мне предлагала тогда уехать в Москву, что она, причем, знала, что нормальная ориентация, что я буду там рисовать, то есть все, она будет готовить, ну, в смысле, готовить, там, стирать, убирать, деньги в дом приносить, а я буду рисовать и заниматься творчеством. Ну, извините, это вообще какое-то извращение. Это даже не протеже, я не знаю. Ну, в общем, конечно, я отказалась. Потом еще была девчонка какая-то, мы с ней тусили, просто дружили, вообще познакомились у библиотеки, пришла сдавать книжку, оказалось, что библиотека почему-то открылась чуть позже, чем нужно, и мы с ней где-то сейчас стояли у библиотеки и трепались. Она мне была младше, года на три, наверное. Потом мне уже другая, моя подружка сказала, что та девочка не совсем твоя ориентация, я как-то даже не вдавалась в подробности, но девочка и девочка, и мальчик и мальчик, ой, это не мальчик, это девочка, ой, это не девочка, это мальчик. Я читала про трансвеститов и транссексуалов, меня это дико перло. Мне до сих пор эта тема интересна, но я, конечно, сама я как-то становиться не собиралась никем, но вот и с ними вполне нормально общаюсь, и я как-то не осуждаю, кто с кем, какая разница. Хоть это зоофилия, лишь бы это особого вреда не приносили. Единственное, я не понимаю вот этих парадов, когда вот там уходят, ой, я такой бедный, несчастный, мои права ущемляют. Есть люди, которые любят друг друга, они любят друг друга, они никак-то не орут друг на другу, ну, никому. Это, по-моему, дело лично каждого, что и как и с кем. А те, которые вот чисто на понты, вот показуха, это 50, ну, мне даже кажется, 70% из этих показушников, они вот тупо показушники, они даже, ну, рядом не стояли с реальной ЛГБТ. У меня даже был такой момент, года два назад, когда мы с Димкой только решили все-таки повстречаться в реалии, хотя он давно меня раскручивал, он и развил. И 2014, да, как раз два года назад, меня какой-то чувак доставал. Я потом даже эту тему почитала, я даже не знала, что такие существуют, там это типа сапушки облизывают, еще что-то, эти БДСМчики или как-то относятся. В общем, я ко всем этим самых, ко всем вам, ну, смысле именно, кто ЛГБТ, я отношусь нормально. Люди как люди, какая разница, кто и как. Потом, кто у нас там оставался? У нас тут оставался, вот, зато я рисочек судила. А, вот он. Армия. Ну, что хочу сказать про армию. Вот, лично мое мнение, армия должна быть не обязательная, а по желанию. У меня есть два брата троюродных, по бабушке на линии, в общем, внучатые племянники ее, и они оба в армию пошли по собственному желанию. Я не знаю, контрактики, не контрактики, но они оба военные. У меня есть и брат, который по собственному желанию пошел по этим, капитанам. Он капитаном до сих пор числится. Это колядинская родня по линии дедушки. Он тоже, ну, в общем, я считаю, что когда человек идет или по контракту, ну, по собственному желанию в армию, от него больше толку, чем когда хрен знает кого, косячего. У меня просто, когда я тусила с байкерами, был такой мальчик, который вырывал себе зубы, что только не делал, сбегал в Аргентину, в компании, ну, лишь бы его не брали в армию. Не знаю, взяли его или нет. Другой его приятель бухал, как не знаю что, но его все-таки взяли в армию. Из кого-то армия делала человека, действительно, потому что, допустим, есть этот, ну, были примеры такие, что брат мужа сестры, а сестер у меня много, был до армии не пойми что, из армии пришел, вполне себе человеком. Но все-таки я за то, чтобы армия, допустим, была не обязательна из-под палки, да, вот хочешь, не хочешь, а пойдешь. Потому что вот хочешь, не хочешь, кто-то действительно не может по здоровью, да. Но, а кто-то тут подает взятку, его не берут. Тоже был такой пример, еще когда я была мелкая, двоюродный брат моей подруги, она сначала все боялась, вот его заберут, заберут в армию, потом, а, папа дал, ну, типа, дядя дал денежку, да, и сыночка не взяли. Если человек идет по собственному желанию, от него будет больше толку, так же, как если человек делает что-то по собственному желанию, естественно, от него больше толку и прогресс. А если человек, а вот, пошел там, про эту дедовщину, я не знаю, я ее не видела, сказать ничего не могу. Но, все-таки это как-то, и поэтому обсуждать тоже не могу, но мне кажется, что это местами все же преувеличено. Потому что вот у меня оба брата были, они как-то не вопили, что там их щетками заставляли что-то драйвить, или тому подобное, что там обычно в видео бывает, или в фильмах, сериалах. В общем, в принципе, вот эти все четыре слова, религия, феминизм, ЛГБТ и армия, я думаю, что-то их объединят, именно что должно быть середина золотая, именно что, без фанатизма. Ну, конечно, вот эта фигня, что, ну, да, еще считаю, что то, что там делают военных, обеспечивают жильем, это, конечно, хорошо, это как бы, вот именно должна быть армия не из-под палки, а свободная по желанию, и именно что, условия создавать, что вот если ты пойдешь в армию, у тебя там будет квартира, как у меня там, у этого, у брата, он где-то там живет с женой, значит, с дитями, у тебя будет квартира, у тебя, мы твоей женой, если ты там женишься, обустроим работу и предоставим работу, у тебя будет квартира, у тебя будет жилье, у тебя будет работа, у тебя будут деньги, у тебя будет все это для того, чтобы плодиться и размножаться на благо государства, да, вот это должно быть так, а если, вот, ты пошел, можешь, не можешь, хочешь, не хочешь, может, человек хочет сначала поучиться, а потом куда-то пойти, ну, и, соответственно, во всех вузах, ну, или более-менее как, должна быть, это военная кафедра, я считаю так, потому что, ну, если человек хочет, он получит образование, он пойдет в армию, да, или сначала пойдет в армию, потом получит образование, а если человек не хочет, да как угодно, он, зачем плодить дезертиров, или там каких-нибудь помешанных, или просто этих людей, которые вот, пришел, научился пострелять, пришел, пришел с армией, пошел кого-нибудь убивать, ну, деградировать, короче, в общем, наверное, так, я тут говорю-говорю, я тут уже малость подустала, в общем, ну, ребята, если вам захочется там какой-то из тем, или по каждой отдельно, вот так, конкретное видео, с большим разбором, ну, просто напишите в комментах, и я думаю, пока на этом все, надеюсь, я выполнила запросы, ну, и вы сию осилили, до новых встреч, пока, Продолжение следует... Продолжение следует...